Другими словами, ты быстрее можешь увидеть противника, который пытается в тебя попасть. Но это только начало. А на следующее видео я подготовил вот этот вот Сайрекс. Пл ты уже знаешь, это там играет Элита, играют лучшие игроки мира. Эй, здорово, дружище, с тобой Серёга, Сайбербанана. И ты часто задаёшься вопросом, что лучше, Фейсит или ММ? Я подготовил для тебя 5 причин, почему Фейсит действительно лучше, чем ММ. Готов, присаживайся поудобней, и я начинаю. В конце видео я подведу итоги на вот эти две пушки с прошлого видео. А на следующее видео я подготовил вот этот вот Сайрекс. Смотри, какие царские наклейки. Всё, что нужно сделать, это подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий и пригласить одного друга ко мне на канал. И уже в понедельник мы подведём итоги на вот это вот годнотур. Самое первое и одно из важных это Тикрейт. Ты просишь, что такое Тикрейт. Простыми словами, это передача данных от сервера к тебе и обратно. Чем выше Тикрейт, тем больше информации твой компьютер обменивается с сервером. В ММ Тикрейт 64, а на Фейсе 128. Сразу становится понятным, что играя на 128 Тикрейте, ты получаешь в два раза больше пакетов к себе на компьютер. Другими словами, ты быстрее можешь увидеть противника, который пытается в тебя попасть. Кстати, к примеру, давайте возьмём раскидку гранаты, я покажу, чем отличается 64 Тикрейт от 128. Возьмём Мираж, возьмём Смок в окно. Как я уже сказал, всё зависит от передачи пакетов. Ради интереса я беру Смоук, сейчас 64 Тикрейт, и кидаю так, как надо кидать в 128 Тикрейте. Кидаю Смоук, и смотри, куда он летит. Он не попадает в окно. Теперь перетягиваемся в 128 Тикрейт, и я покажу, что теперь он в окно точно полетит. Ну что, ребят, подключился 128 Тикрейт, целимся всё абсолютно туда же. Кидаем Смоук в окно, и в этот раз он точно прилетает. Думаю, ты понял, что это очень важный фактор для качественной игры. Поэтому это жирный плюс в копилку Фейсит. Второй и не менее важный плюс Фейсит, это ранговая система и карьерная лестница в киберспорт. Скажу сразу, что ничего подобного в ММ нет. На примере, твое самое максимальное, что ты можешь получить в ММ, это Global. И то непонятно, как ты его апнешь. Бывает 8 каток подряд ты выиграл, и звонку тебе не дали. А бывает достаточно двух игр с Литей, и всё, минус звание. Либо наоборот, ты целую неделю не катал, и с помощью одной победы ты взял и апнул звание. Что? Как? А вот в Фейсит всё просто. Перед каждой игрой тебе показывают, сколько ты очков возьмёшь, сколько очков проиграешь. Очки называются там Элла. Если ты соберёшь 2000 Элла, ты получаешь максимальное звание, а именно 10-й левел Фейсит. Но это только начало. И вот теперь открываются возможности попасть в киберспорт. Первое, что нужно сделать, это купить премку, играть в премию Мастер Лиги. Там занять топ-100. И попасть в отборочные, в ФПЛЦ. Занять там тоже призовое место, и получить нормальные бабки, порядка нескольких тысяч долларов. В топ-пятёрке, когда ты укрепишься, после чего ты попадёшь в ФПЛ-челленджер. В этом ФПЛ-челленджере тебе также надо занять топ-100. И после чего тебе нужно отыграть заключительную квалификацию и попасть уже в ФПЛ. Что такое ФПЛ, ты уже знаешь. Это там играет элита, играют лучшие игроки мира. Ну и, соответственно, ты там тоже будешь, тебя обязательно заметят. И всё, считай, мама, я в Na'Vi. Но вы поняли, что ММ тут вообще рядом не стоит, даже и какого-то мирового рейтинга также нет. Чтобы хотя бы петушнуть, смотрите, пацаны, я там на тысячном месте или там на миллионном месте в Counter-Strike. Такого нет. А на Faceit есть. Ну что, ребят, переходим к третьему плюсу, а именно в концентрации и интересу игры. На примере ММа, там ребята просто заходят по фану покатать, какие-то киллы поделать, возможно, звонку поднять. И то не важно, да, там можно сливать и так далее. Потому что нет никакого интереса в ММ. А вот на Faceit, наоборот, ребята уже размяты, уже сконцентрированы и готовы бороться за каждое элло. Потому что карьерная лестница, которую я рассказал совсем недавно. Ты понял, да? Так что также плюсик в копилку Faceit. Переходим к четвертому плюсу. Как ты знаешь, в 99,9% случаев в ММе выпадает ширп. Ну, бывает такое, когда новый кейс раз в полгода выходит, ты можешь там пару раз, пару соточек всё-таки нафармить. Это максимум, что ты можешь вытащить из ММ. Но, если ты будешь катать Faceit премиум, тебе, во-первых, будет, можно поднять поинты в турнире. Что такое поинты, я расскажу чуть позже. Поинты также можно в лиге получить. И также можно в другую игру, играя, например, Доту, либо Папк, также можно поднять эти поинты. Эти поинты ты можешь обменять на, кстати, калашки. Например, вот этот, смотри, 18 тысяч поинтов я заработал с одной премки. И получил вот этот калашик. Также Бавоктек, также поменять ник. Да и, кстати, давайте зайдём сейчас в магазин, и я вам покажу. Вот такую Родионочку замутить за поинты. Либо же купить себе шмотки. Так, где шмотки? Вот они. Хочешь кепку? Хочешь футболку? Тут даже штаны есть. ММ тебе такого не позволит. Максимум, всё, что ты сможешь сделать, это когда тебе выпадет спрей. Ты бы пщикнуть об стену сможешь. Вот и всё. Опять же, плюс копилку Faceit. Самый важный, самый последний плюс, это античит на Faceit. Он нереально крутой. Сами знаете, когда КС стала бесплатной, теперь просто читеров вот так, хоть зашивайся. У меня лично, даже то, что премия у меня, у меня каждая третья катка это читер. Меня это дико напрягает, но у меня порядка 700 игр на Faceit. Я скажу так, я ни одного читера не видел, потому что они сделали годноту. А Valve, что патруль, что течит, это всё шляпа. Если ты со мной согласен, обязательно ставь лайк. Вот я и рассказал тебе о пяти плюсах Faceit на ДММ. Решать тебе, где ты будешь катать. А сейчас давай подведём итоги с прошлого видео. Сначала разыграем вот эту вот гадюку. Всё, что нужно было сделать, это подписаться на канал Фалконыча и поставить лайк на эту запись. Я беру эту запись, копирую и захожу в рандомайзер. Вставляя ссылку, нажимаю приз, количество 1, по лайкам. Подписано сообщество, не обязательно. И победителем у нас становится Александр Осипов. Дружище, напиши мне ВКонтакте, чтобы забрать свой приз. А теперь разыграем вот этот Фамос. Я нажимаю кнопочку старт, здесь представьте, что чаша, я мешаю, мешаю, мешаю. И вытаскиваю. Победитель у нас Зейн. ПЖ, хочу выиграть. Зейн, я тебя поздравляю. Всё, что нужно сделать, это написать мне ВКонтакте и подтвердить, что это твой YouTube аккаунт. Красавчик. Спасибо тебе за просмотр. Не забывай, что у нас розыгрыш на вот этот вот скин. Ну и вдобавок посмотри вот это годное видео. А для тебя старался. Там реально годнота. Давай. Пока-пока. 3, 2, 1, let's go.